Всем привет! Меня зовут Фёдор Гузев, я 3D-художник. Я уже 3D-художник лет 7-8 на фрилансе. И одни из последних проектов, над которыми я работал, это Marvel Spider-Man для PlayStation 5, Halo, Warhammer, ну и там пара сериальчиков. Один Амазон, а второй вообще No Name. Вот его скорее никто не знает. Сегодня я хочу поговорить на такую интересную тему, как самоповтор в жизни любого творческого человека, да и, наверное, в жизни любого человека вообще, потому что, наверное, нетворческих людей не бывает. Каждый ребенок от рождения творческий. Ну и, соответственно, вообще повторение как инструмент, повторение как философия, почему повторение оно постоянно засасывает тебя, и вообще плохо ли это повторять и быть заложником такого творчества. Потому что за годы работы ты, так или иначе, предыдущий проект, он может быть похож на следующий, и следующий похож на предыдущий. Клиент всегда может просить сделать то, что у тебя в портфолио, ты собираешь в портфолио как некую единую, единую большую работу, и получается, что ты, так или иначе, становишься заложником своего собственного стиля. Ты начинаешь копировать работы известных художников. Ну, в общем, можно попасть в такой довольно незримый порочный круг, который будет мешать развиваться, будет мешать идти дальше, и вообще вкус вот этого творчества, он тоже может потеряться. Дальше. А, так. А что же это? Ну, для начала небольшой экскурс. Договоримся в понятиях и просто осветим, как проходит обучение человека. Ну вот, маленький человечек родился, он начинает повторять за своими родителями, он начинает повторять за окружением, слова, движения, жесты. А потом подросток становится подростком, подрастает, появляются свои герои, он начинает копировать манеру речи, манеру общения, какие-то шутки. Вот. Потом школа, университет, ты начинаешь копировать преподавателей, копировать мастеров, подсматривать что-то у других людей. И вот ты приходишь на работу, и ты начинаешь работать с референсами, ты начинаешь работать с какими-то тоже авторитетами. Тебе говорят, что нужно сделать вот как здесь. И получается, что человек копирует постоянно, человек копирует от самого рождения, это становится основным его инструментом. Да, то есть, если, допустим, ребенка воспитают волки, он будет повторять за волками. Соответственно, очень много историй различных маугли, которые были воспитаны, реально были воспитаны животными, полностью копировали их привычки. То есть, вот этот вот, не инстинкт, да, а программа копирования всего, что ты видишь, она настолько сильна, что она может сделать из тебя практически, ну, любого человека, да, либо животное там, либо какое-то другое существо. Вот. Причем в животном мире это тоже распространено. Кошки, мамы кошки, они на своем примере показывают котятам, как правильно, например, делать то, делать это. Определяют отношения, опасно, не опасно, например. Насколько сильно можно делать кусь. То есть, если, например, сильно кусь сделал, мама скажет, не, так нельзя, она подойдет, тебя так за шкирку оттащат. То есть, копируют все, и в этом нет ничего плохого. Повторение – это основа обучения любых начальных этапов. Проблема в том, что это на начальных этапах хорошо, а если это становится, если это ты начинаешь перевносить в жизнь дальше как основу, то есть, ты не перестаешь копировать, а ты продолжаешь копировать дальше, то это начинает уже работать во вред. Да. И так мы копируем. Ну, на самом деле, существует очень много определений копирования. Поэтому давайте договоримся, что копирование у нас будет просто процесс воспроизведения. Копировать можно любые физические вещи, можно копировать информацию, поведение. То есть, копировать в целом можно все, что угодно. Но суть всегда одна и та же. Есть некий образец, некий шаблон, некая матрица, главный герой или какое-то произведение, шаблон, с которого мы снимаем эту копию. У нас всегда есть образец. Я выделил три главные причины, почему мы копируем, то есть, не копирование как привычка, а почему мы копируем, ну, некий более такой сознательный, то есть, почему потребность может в этом возникнуть. Самое, наверное, легкое – это адаптация. Ну, к примеру, попадаем мы в новый коллектив, да, и мы сразу смотрим, как себя ведут люди, как общаются с начальством, можно ли позволять себе какой-то высокий тон, какое отношение там к художникам, да, какое отношение, допустим, там к программистам, кто крут, кто не крут. И мы, желая адаптироваться, мы начинаем повторять. Вот, к примеру, тренды на арт-стейшене, вышел какой-то новый сериал, и все сразу начинают делать хайповые вещи, то есть, по сути, хайп-трейн – это как раз это адаптация. Мы копируем, чтобы нам что-то поиметь с этого. Причем адаптация без специальных знаний. Мы как бы мимикрируем по среду, чтобы как бы сойти за своего, чтобы получить какие-то некие привилегии. Вот. В свое время очень была популярна тема викингов, там, все делали викингов, ты делаешь там мобильные проекты, арт, различные короткометражки. То есть, это сразу очень много просмотров набирало. Или, например, вышли в свое время «Стражи Галактики», все делали ракету, все там скульптили этого грунта постоянно. То есть, сейчас, допустим, арт-бласты устраивают, ну, когда выходит проект, очень много арта вываливается, которое было сделано во время разработки концептов, 3D-шек. И, соответственно, некие художники, они такие, о, а сделаю-ка я фан-арт, чтобы, типа, люди, ну, как бы, они кликнут на мою работу, они не сразу поймут, это сделано для этого проекта или это фан-арт. И некоторые, ну, действительно, там пишут фан-арт очень-очень-очень маленькими шрифтами, и некоторые принимают эти работы за оригинальные. Ну, такие случаи были. Подражание. Подражание — это нечто среднее между адаптацией и попыткой понять. Это когда мы копируем художника для того, чтобы как-то вот понять, почему он так сделал, что у него было в голове, чем он думал. Например, когда человек влюблен, он может начать слушать музыку, ту же самую, что и его объект обожания, чтобы как-то проникнуться вкусами этого человека, понять, что у него на уме. То есть это как бы влезть в шкуру другого человека. Ну и, конечно же, мы повторяем из-за страха, делай, как я. То есть все бегут, я тоже бегу. Все ложатся, я тоже ложусь. То есть это инстинкт самосохранения, здесь ничего поделать нельзя. Вот, да, и это самое страшное, что человек, когда вырастает, он продолжает копировать. И так появляется, собственно, застревание в этом копировании. Если мы учимся повторяя, мы привыкаем повторять. Я очень много буду повторять слово повтор, повторять. Чем больше привыкаем повторять, тем меньше нас самих в том, что мы делаем. И повторение становится основным инструментом познания и творчества. Ну, конечно, это печально. Но, опять же, повторюсь, повторюсь, что повторение — это естественно. Многие музыкальные приемы, они построены на повторении. Например, если взять какие-то рандомные ноты и начать их повторять, вы начинаете слышать это как отдельную музыкальную фразу. То есть репетативность, цикличность, она заложена во все живые организмы, вы от этого никуда не уйдете. Это один из самых мощных инструментов в дизайне, когда вы повторяете один и тот же элемент. Что дает повторение? Оно дает ощущение того, что это здесь не случайно. Если ты это повторил, значит, оно здесь зачем-то. То есть человек начинает искать логику. То есть один раз это случайность, два раза это уже закономерность. Что происходит, когда у художника копирование становится основным инструментом? Попадание в зону творческого комфорта, поскольку это не выдвигает никаких дополнительных требований к художнику. У него всегда один и тот же алгоритм. Он собирает референсы, он конструирует из них что-то. Отсюда взял это, отсюда взял это. И в целом никаких других специальных знаний, никаких вызовов оно не требует. В целом всю жизнь можно этим жить. И в целом, наверное, даже быть успешным. И многие так и делают. Но кому-то, например, не нравится то, что это влечет к потере собственных визуальных решений. И на ум сразу приходят те, кто окончил академическую школу рисунка. Они когда рисуют, там есть определенные законы. То есть ты сначала делаешь обрубовку, ты какие-то основные массы делаешь. И из этой обрубовки ты начинаешь штрих, штрих под определенным углом. То есть академический рисунок, его видно сразу. Проблема в том, что многие люди, которые в идеале освоили этот стиль, они прям затачивались, они, к сожалению, не могут освоить никакой другой стиль, потому что он стал их визуальным языком. Они начинают думать на этом языке. И они становятся заложниками своего собственного стиля. То есть они уже начинают мыслить такими категориями. И некоторые прям реально страдают. И они не могут работать на одних проектах, например, на других проектах. Ну, опять же, тот, кто постоянно работает в реализме, ему очень сложно стилизованно. Ну, кого-то это не колышет, опять же. Кто-то сел на своего конька и может ехать всю жизнь, ему может быть ок. Но мы должны просто принять, что это все-таки больше ограничивающий фактор, чем какой-то стимулирующий. Ну и меньше творческих решений, поиск готовых. Когда у тебя встает проблема, как мне это решить, ты вместо того, чтобы начать думать, ты начинаешь, блин, может я просто найду референс, который идеально соответствует тому, что я хочу сказать, а ты начинаешь вместо того, чтобы нарисовать так, как ты думаешь, смотрелить так, как ты думаешь, ты начинаешь искать вот это, что где-то существует, потому что ты привык копировать, тебе нужно найти что-то похожее. То есть у тебя уже сознание требует дополнительных вводных. Тебе очень сложно работать в ситуации неопределенности. Но это опять же та же самая зона комфорта. Чем больше неопределенности, тем тебе как бы некомфортнее. И мы приходим к основной дилемме художника. Повторять за всеми или делать абсолютно новое? Повторяя за всеми, копируя, обучаясь, ты неизбежно делаешь это частью своего визуального языка, и тебе уже потом сложнее делать что-то новое. А художник, он не может копировать, не может не копировать. Он как ребенок. Он сначала учится на примитивах, а потом у него появляются свои собственные кумиры, свои крутаны, которых он старается повторять, копировать их манеры, их мышление, где-то даже их поведение. И очень много художников, которые именно вот на таком копировании, они реально залетают в довольно крупные студии. То есть я лично знаю много художников, которые попали в довольно крупные студии, когда они повторили работу очень крутого человека, они потратили много времени на то, чтобы скопировать там композицию, силуэт, детали, освещение. Вот. И они их взяли, и когда они попали в студию, тогда у них реально жесткая прям началась работа, потому что у них не было времени на то, чтобы делать эту работу, во-первых, очень долго, а во-вторых, то, что они, ну, во-первых, ее скопировали, им нужно теперь это все, это дело воспроизводить из головы, они не знают, за что взяться, они сразу обкладываются референсами, начинают копировать референсы, и в итоге они либо становятся заложниками своего собственного стиля, и это ок, это неплохо. Типа, если ты фигачишь что-то в одном стиле, это не значит, что, ну, как бы, ты ограниченный человек. Так, возможно, это, наоборот, как бы, ведет к некому, ну, вот, ты в одном, в один стиль уперся, да, и ты этот стиль дальше прокачиваешь, 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 ты, как бы, ты уходишь в узкую специализацию, но ты, как бы, делаешь ее очень-очень такой, вот, прям, прям заостренно, и ты становишься профессионалом своего дела. Это, это тоже прикольно, вот, но все же с формальной точки зрения это ограничение, потому что можно становиться крутым за счет того, что ты просто долбишь в одну точку, а можно становиться, как бы, ну, улучшать свои навыки за счет того, что ты подкрепляешь это, ну, как бы, с разных сфер. Ну, можно учиться по-разному, работать по-разному, здесь вообще нет никаких, нет никаких, как это сказать, ну, норм, правил, вот. Но, опять же, насмотренность, натюрморты, это то, что обязательно для любого художника, это неизбежно ведет к копированию, повторению, прохождению цикличного одного и того же круга. Вот, ну, и, собственно, копирование и творчество очень сильно переплетаются в умыслительном процессе, их сложно разделить друг от друга. Может быть, ты это сам придумал, а может быть, ты где-то это слышал, откуда я сейчас могу сказать, ну, типа, откуда у меня эта идея. Может быть, я где-то в детстве что-то услышал, может быть, я интуитивно копирую того, кому я хочу подражать, но я этого не осознаю. Поэтому я не берусь разделять эти понятия прям очень жестко, потому что тогда мы вынуждены будем дать очень четкое определение творчеству, а у творчества очень много определений, и, ну, из разряда от создания нового до каких-то таких понятий, что это должно быть нечто качественно новое, а что такое качественно новое, что такое новое. И все, мы получаем вот такую гуманитарную петлювку, из которой мы не можем выбраться, поэтому я опускаю этот момент. Итак, по полочкам. Плюсы и минусы копирования. Минус. Застревание в рамках привычной концепции. Ну, это очевидно. Перенятие не только положительных аспектов, но и ошибок. Но вот здесь вот тоже такой есть момент, что когда мы копируем что-то, мы принимаем это как должное. Мы как ребенок, мы не переосмысляем, а мы сначала загружаем в себя эту полностью всю программу, а потом такие, чёрта, мне вот это мешает. Это как вот была такая замечательная книжка, там описывался баскетболист, который, ну вот, если ты, допустим, будешь тренироваться вести мяч, но ты будешь делать это неправильно, ты будешь закреплять в себе вот эти, вот этот навык неправильной тренировки. Если ты будешь тренироваться год, но без какого-то руководства, там, гуру, да, мастера со стороны, который скажет тебе, что нет, ты неправильно это делаешь, ты отлично за целый год закрепишь в себе железобетонную эту ошибку, от которой ты потом, ну, очень сложно избавиться. Вот. И слабая оригинальность. Ну, для кого это, опять же, сильный минус, для кого это плюс. То есть слабая оригинальность, на самом деле, это есть, слабая оригинальность, это есть, ну, узнаваемость. Чем более похожи у тебя работы, одна на другую, тем, допустим, ты открываешь ArtStation, ты видишь одну и ту же цветовую гамму, ты видишь одну и ту же композицию, ты, о, это же этот художник, то есть ты сразу его выцепляешь. Для кого это плюс, для кого это минус. Развитие до видимого горизонта. Когда ты копируешь, ты дотягиваешь себя до уровня какого-то художника, но ты не целишься дальше. То есть максимум, что ты можешь достигнуть при копировании, это всего лишь стать таким же, как он. Опять же, это плюс или это минус, в зависимости от ситуации. Очень часто бывает такое, что когда ты дотягиваешь себя до какого-то уровня, то обычно перед тем, как почти себя дотянуть, у тебя, ты очень сильно расслабляешься. То есть, когда у тебя есть некий проект, не так страшны первые 90% проекта, как страшны вторые 90% проекта. Это потому что, не только потому что всплывает куча ошибок, и, ой, блин, надо было сделать так-то по-другому, а в итоге в конце все собирается, не сходится. Не только, потому что люди свойственно расслабляться перед тем, как задача будет выполнена. Поэтому иногда целиться дальше, чем тебе нужно, это нормально. И я видел очень много историй, когда художники, они забивали, ну, то есть они как бы перерастали своих кумиров, но они сами этого не понимали, они просто делали, потому что они целились, ну, как бы намного дальше. Для них кумиры был просто один из вариантов, как можно делать. Вот. Ну и, конечно, плюсы. Плюсы копирования. Ты не совершишь ошибку, ты всегда можешь быть таким же, как все. Ты один из самых сильных страхов, ты не быть отвергнутым. То есть ты вкатываешься в индустрию, ты не знаешь, что делать, и ты начинаешь делать, как все, ты начинаешь копировать, и в целом, ты можешь даже практически не разбираться в вопросе каких-то тонкостях, ты эти все тонкости, как бы ты нивелируешь тем, что ты мимикрируешь по среду. Прикоснуться к великому, это да, это да. То есть ты копируешь для того, чтобы понять мышление автора, прочувствовать на себе, каково это там, чем он руководствовался, что-то. Ну, то есть мы об этом чуть позже поговорим. Обязательно, да, что без этого никуда, насмотренность пополнения своих инструментов готовыми решениями. То есть у тебя, условно говоря, есть стереотипы, которые позволяют быстро, там, клиент тебе попросил что-то, и ты, не тратя энергии, достал из головы этот стереотип, то есть, например, китбаж, да, собрать проект с каких-то готовых кусков или еще что-нибудь. Это очень удобно, это очень быстро, и поскольку многие работают как конвейер, это становится тоже одним из основных инструментов. Постоянно самокопировать, ну, да, я об этом уже сказал, приводит к узнаваемости. И может показаться, что копирование — это стагнация. Но на самом деле, если обратиться к опыту к средним векам, к буму живописи, архитектуры в истории, можно обнаружить, что раньше на самом деле копировали по-другому. В чем была суть? Значит, во времена великих мастеров копирование было очень развито. Копировать было не то, что не зазорно, это было, ну, довольно почетно. И у мастеров были различные ученики. Вот под влиянием такого, как бы, незримого института копирования это позволило, как бы, музыке, архитектуре, живописи нарастить преемственность. Вот, к примеру, допустим, Мадонна Рафаэля Санти, он общался с Микеланджело, он общался с Леонардо довольно плотно и учился у них. Вот работа Микеланджело. В свою очередь, он общался и очень плотно учился у Доменика Герландау, Герландайо. И эти работы, они все довольно похожи друг с другом. Мы можем говорить про преемственность, про похожие сюжеты, про похожую цветовую гамму, про где-то улучшающуюся, но в целом похожую технику, про какую-то плановость, понимание плановости. Плановости. И была преемственность, была некая... То есть копировали даже не столько технику, копировали культуру, культуру, философию, понимание того, как это все работает. А сейчас отношение к копированию другое. Индивидуализм, продвижение ценностей многообразия, где-то даже рациональный эгоизм, они провоцируют человека отличаться от так называемой серой массы. То есть в таких условиях девиация, она наоборот поощряется. Благодаря такому подходу копирование уже не является инструментом сопричастности чего-то большего. Осталось только копирование чисто для перенимания техники. И поскольку каждый конкурирует в своей оригинальности, поэтому индивидуалисты 21 века интересуют только инструменты. То есть мы приходим к выводу, что копировать на самом деле можно по-разному и подходить к этому по-разному. Копировать это неплохо, можно это по-разному делать и приводить в свою жизнь. Можно копировать техники творца, какие инструменты, как применять манера. То есть это чисто инстинкт, это чисто механика. Ты затачиваешь себя на то, чтобы быть таким инструментом. А, ну типа один-один, здесь два должно быть. Копирование мышления творца. Но это уже, я считаю, что это более такое сложное. То есть ты не просто берешь и делаешь как. Ты в целом должен еще провести некую внутреннюю работу и понимать, почему здесь использован именно этот инструмент. Какая последовательность этапов, какая логика работы, какова структура проекта. Это нечто уже что-то покруче. Но я когда вот этим вопросом занимался, я пришел к выводу, что есть еще нечто третье. Сейчас от вас потребуется чуть более абстрактного мышления, но все будет хорошо. Можно копировать, даже не копировать, а можно понимать вдохновение автора. Вот это уже нечто совершенно качественно новое. Я сначала хотел написать осознание, но чтобы не быть излишне пафосным, я решил все-таки сделать так. Причем, заметьте, не изучение, а именно понимание. Немножко разный фокус. Это тот уровень, который вовлекает не только разумную, но еще и чувственную составляющую. Это есть некое восхождение к первообразу того автора. То есть чем он вдохновлялся, почему все-таки, вот если я сейчас назад отвесну, все же техника. То есть сначала было вдохновение, то есть некий контекст, в котором варился этот автор. Этот контекст заставил автора выработать определенное мышление. Это мышление привело к тому, что он выработал некие свои техники. То есть мы, восходя к некому первоначальному авторскому контексту, мы можем выработать, мы можем увидеть, например, что нам нравится в его мышлении, а что бы мы сделали по-своему. Мы можем увидеть характерно, чем его мышление отличается от мышления другого художника. Мы можем увидеть, почему он использовал именно эти техники, и были ли эти техники в контексте того времени важны, или они какие-то универсальные. То есть это некий такой наивысший такой уровень мышления. И это довольно сложно. И это кажется слишком сложно, но это просто непривычно. То есть все непривычно, но кажется сложно. На самом деле это просто тоже определенная культура восприятия. Причем сейчас это сделать намного легче, чем раньше. Сейчас мы, во-первых, можем прочитать историю любых художников, музыкантов, кого угодно, архитекторов. Мы можем увидеть эволюцию их работ. Более того, у нас есть доступ к современным художникам. У нас есть с ними стримы, интервью, онлайн-встречи. У нас есть их в соцсети. Мы можем написать их в соцсетях. Я когда только начинал, я просто решил рандомно написать всем художникам, которые мне нравятся. Мне больше половины ответили, процентов 70 мне ответили. Я могу спросить любой вопрос у любого человека. А что, так можно было? Это не просто понять мышление, а как оно менялось под воздействием того контекста, в котором находился автор. Понятно, вместо статичных техник, вместо статичных мыслей, алгоритмов, мы можем уже наблюдать, как это все в процессе происходило. Это то, что именно позволяет наиболее точно уловить дух автора и его творение. И такая пафосная фраза, рапа, сознавший свою несвободу, уже наполовину свободен. То есть, если ты понимаешь, что ты застрял в копировании, у тебя, значит, ты какой-то частью себя видишь, что ты застрял, то есть какая-то часть тебя все-таки находится не в копировании. Это позволяет нам использовать два метода. Первый метод – это самый простой, самый такой пинком себя. Раз. Нетипичные действия. Это сюда включается все, что ты не делал до этого. Не работал, работать непривычными инструментами, работать в обстановке непривычной. Например, пойти в самую некомфортную для себя обстановку или пойти в настолько комфортную для себя обстановку, что она прям непривычно комфортная, прям супер комфортная. Я не говорю о том, что нужно начать делать левой рукой свои работы, хотя это очень сильно выводит из зоны комфорта. Но, например, кому-то очень-очень не нравится работать на время. Вот есть такие люди, которые прям не любили гонки на время. Они любили просто погонять, они не любят, когда нужно к таймеру приехать, потому что они не успевали. Они постоянно начинают волноваться, что они не успеют. Значит, поставьте себе время, ограничьте себя таймером. Или, например, если вы привыкли все делать по таймеру, может быть, наоборот, вам непривычно будет, что вы будете работать в днях. Поставьте себе проект, который вы, короче, никогда не закончите и просто делайте, не знаю, по 10 минут его в день. Не знаю, вот у меня есть такой проект, который я делаю, делаю, делаю на протяжении уже типа 10 лет. Я просто их делаю, его делаю, я не знаю, когда я его закончу. Вот. Это хороший метод, но он довольно грубый. Самый мой любимый метод это задавать себе вопросы. Вот на самом деле, да, казалось бы, из разряда делай зарядку по утрам и будешь здоров. Настолько банальная, очевидная вещь. Вот. Но почему это очень мощный инструмент? Потому что когда ты задаешь вопрос, в этот момент ты отрываешь себя от предмета, которому ты задавал вопрос, и ты переходишь к чему-то другому. То есть, во-первых, вопросы, они позволяют делать ясные определенные заключения. Вопросы позволяют делать выводы. Они позволяют тебе приходить к конкретным решениям. Несмотря на то, что даже если это простые вопросы, у тебя уже есть конкретные определенные пространства параметров, да, вокруг объекта, который ты копируешь. Вот. И несмотря на то, что это очевидно, несмотря на то, что это действительно звучит как про зарядку, но не самое ли это сложное, привить себе вот эту новую культуру, потому что ты, если ты постоянно повторяешь, ты вынужден учиться повторять свою неповторяемость. Ну, то есть, сейчас сон во сне, да, ты как бы, если ты постоянно повторяешь одно и то же, то ты должен выработать привычку не повторять. И в итоге, когда ты ловишь себя на этом, ты начинаешь, ну, например, можно начать повторять, задавать себе вопросы. Это неплохо. К примеру. Вот. И для тех, кто все-таки, кому очень сложно выбраться из этой парадигмы повторения, я потратил время и собрал вам вопросы, которые можно себе повторять каждый раз, когда вы занимаетесь вообще чем угодно. Программированием, артом, режиссурой какой-то, любым творческим занятием. это копипаст просто из моего блокнотика, поэтому здесь могут быть орфографические ошибки, я просто копипасту. Вот. Так что, как-то так. Все, спасибо за вас. Вопросы? Здравствуйте. Спасибо большое за лекцию, очень интересно. Есть ли какие-то, может быть, рекомендации, как понять, что ты в этом застрял, потому что иногда это может быть неочевидно, что ты застрял в самом повторении, не в самом повторении, а в повторении других и так далее. И, ну, понятное дело, что, например, для начинающего специалиста какого-то, да, там, или художника, то для него повторение это просто, ну, обязательное условие. И как понять, где вот эта грань находится, когда уже пора перестать. Если ты ее, там, не осознаешь, возможно, но это торчит для кого-то другого. ну, 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 тут будет такой, как бы, и ответ, и не ответ, потому что, если ты не понимаешь, что ты повторяешь, ну, то, ну, это все, это как, ну, если к тебе кто-то придет со стороны и скажет, ну, чувак, ты тут повторяешь, ну, ты можешь, конечно, быть уважительным и начать к себе присматриваться, но если нет такого человека, который говорит, ты, чувак, ты делаешь одно и то же, и ты этого сам не видишь, ну, ты на это никогда не увидишь. А если ты уже знаешь, что ты повторяешь, ну, соответственно, все у тебя, все в твоих руках. То есть здесь никак. Это как пытаться доказывать людям, условно говоря, в матрице, что он в матрице. Кто-то будет его защищать, а кто-то будет просто чуть более внимательным к себе. Но здесь есть ощущение, что как будто, если человек этого не видит, то ему нужен какой-то внешний стимул. А какой второй вопрос был? Это был один вопрос. А, окей, хорошо. Спасибо вам за доклад. Я тут. Следующий вопрос. У меня возникло очень много вопросов с точки зрения не художника, а менеджера, который работает с художниками. Как представителя аутсорт-студии, я каждый день занимаюсь тем, что обрабатываю какие-то фидбэки, работаю с заказчиками. Вот такие вещи возникают. Вопросы именно по повторам. Как художники вашего уровня относятся к работе с овером? Потому что овер – это, собственно, да, вот вам приходит арт-лид какой-то, может быть, от заказчика или от наш лид. Мы нанимаем, допустим, фрилансера, у которого классное… Типа от вас приходят предложения, да? Да, он… Нет, имеется в виду классное портфолио у вас. Вот мы с вами уже начали работать, у нас есть определенные ожидания. И вы делаете там первые скетчи, мы вам отправляем, наш лид говорит, ага, вот здесь вот такой проект, надо здесь поправить, здесь такой-то овер прям рисует. А. Да. Вот самый простой такой момент, да, ну, как вот относится художник, как, ну, работающий на фрилансе, у которого есть свой определенный стиль, например, к тому, что ему лид нарисовывает, ну, вот он прям надо повторить так же, или вот хочется прям сделать иначе. Вот это такой момент. Я понял. И с точки зрения… И второй момент. С точки зрения коммерческих вот задач, вот насколько это будет правильно, как поступить с вашей точки зрения? Мне кажется, что правильно все, если это приводит к результату, это устраивает всех. Если кого-то это не устраивает, возможно, это неправильно. Если это к результату не приводит, значит, это тоже неправильно. Если, допустим, делают какой-то оверпейнт по работе, зависит от художника. Ну, например, художник относится к любой критике, положительно, и он нацелен на то, что прости. Значит, он будет воспринимать оверпейнт как некую информацию для роста. То есть он будет смотреть, ага, может быть, это не круто, например, с точки зрения дизайна, но, может быть, это лучше подходит под проект. И он такой, окей, да, в контексте этого проекта это, ну, окей, это лучше. Есть художники, например, из разряда, в смысле ты меня критикуешь? По оверпейнт, по моей работе. Я не буду с вами работать. Это зависит от человека, конечно. от того, как он воспринимает реальность вокруг себя. То есть от художника к художнику. Иногда, например, я встречал, ну, типа, такое, что нанимают, крупная студия нанимает очень-очень гигантского, такого гиганта-художника, и, короче, ему делают оверпейнт, а он такой, типа, в смысле, давайте созвонимся, типа, поговорим. Вот. И он переубеждает, например, что, типа, здесь это, типа, окей, да. Какие-то вещи обсуждаются. Зависит от характера людей. То есть, мне кажется, что, ну, в целом, ты, как бы, работаешь в такой индустрии, когда, ну, все-таки тебя нанимают для того, чтобы сделать какой-то проект. То есть тебя, если тебя нанимают, чтобы ты свой стиль здесь, да, оставил, ну, тогда, как бы, одно. Ну, если тебя нанимают, чтобы ты делал, к примеру, в стилистике проекта, ну, наверное, ты, ну, не очень хорошо будет критиковать и говорить, что здесь должно быть так, когда у тебя уже, когда у людьми уже проработан какой-то дизайн документ. Возможно, это очень сильно, там, визуальный стиль, ты как-то на маркетинге завязан, и ты со своими, значит, вот здесь вот эта линия так, эта линия так, вот. Я сейчас, к примеру, работаю вот с одним NFT проектом, и там очень жестко, касательно этой стилистики. Мне, например, люди, я иногда тоже люблю побороться за то, чтобы, ну, вот здесь вот уже некрасиво, ну, давайте мы сделаем здесь так-так. Иногда мне люди просто говорят, что, типа, чувак, остынь, потому что здесь вот это, вот аудитория здесь вот такая, и здесь вот это не нужно. Вот. Я такой, ну, я немножко могу там побузеть, но я, типа, окей, хорошо. Ну, то есть вы готовы на диалог, да, идти с заказчиком? Советуйте так вот, начинающим художникам, например, или? Я всегда советую идти на диалог, в любом случае, ну, типа. Просто не всегда случается, честно говоря, там бывают какие-то случаи, но я не знаю. Диалог почему важен? Потому что, либо первый согласится со вторым, и признает, что он ошибался, либо второй согласится, значит, с первым признает, либо вы оба выработаете некое третье решение, с которым вы будете согласны оба. Поэтому, в любом случае, это, типа, конструктивно, продуктивно. Ага, спасибо большое. То есть на Вархам... Маленький, извините, вот, например, с тем же Вархаммером вы работали, да, я вот слушалась, когда такая крупная, офигенная студия присылает вам вот какой-то... Поправь здесь вот это вот. Это такой, блин, ну, это ж... Ну, ну, да. Важно, важно, что, отлепить от себя вот эту штуку, что критикует не тебя, как личность, можешь быть офигенным, замечательным человеком, критикует твою работу. А новички, они часто этого не понимают. Ты критикуешь его работу, и он начинает думать, что, типа, критикует его, и он начинает испытывать, как бы, обиду за то, типа, его... но дело-то не в том, что, как бы, он офигенный, может быть, человек, просто дело в том, что, ну, типа, критику надо по-другому воспринимать. Вот, все. Спасибо вам большое. Я бы хотела... Можете, пожалуйста, рассказать какой-нибудь пример конкретный? Вы говорили о самоповторе, и в какой ситуации, когда ты работаешь в компании, в какой ситуации это плохо? У меня как бы есть представление, когда ты фрилансер, и это может быть плохо, в компании когда? Да. Я, наверное, должен был сказать заранее, что я фрилансер, я не работаю в студии, и немножко по-другому это все работает. В студии больше повтора, конечно. И я не смог осветить полностью все прямо, все, что нужно было осветить в рамках этого времени. Я скажу так, что повтор, он приводит, когда ты повторяешь одни и те же действия из раза в раз, ну, например, один день, каждый день он похож на предыдущий, это приводит к некому росту внутреннего напряжения. И, соответственно, есть два варианта. Если ты, например, работаешь в студии и повтор неизбежен, можно ставить себе какие-то дополнительные условия, которые знаешь только лично ты. То есть, ты вроде будешь делать одну и ту же работу, но ты будешь делать ее внутренне по-разному. Ну, например, я буду эту работу делать, например, только этим инструментом. Или я, например, буду делать это, ну, поставить себе какие-то условия интересные, которые на самом деле превратят вот этот процесс в непохожий. И на самом деле в этом заключается искусство жить, это делать каждый день непохожим на другое. Это постоянно искать, а что, а где, а как, искать вот эти лазейки, как природа, когда она называется. Например, в природе нет пустого места. Куда может корень пройти, туда он обязательно пройдет. Где там вода может пройти. Ну, также и здесь нужно искать момент и сделать типичные, нетипичные, даже если твоя работа супертипична. Даже если ты дворник, ты можешь начать убирать двор не с той стороны или другим инструментом, или, не знаю, позвать друзей, разбудить их с утра и убраться вместе. То есть, всегда можно придумать типичные работы, какие-то нетипичные решения. А если повторяется это из раза в раз каждый день, ну, возникает очень сильный слом психики, потому что нельзя, типа, нельзя повторять, постоянно, типа, нельзя жить в петле. Вот, поэтому нужно разрушать ее собственноручно. То есть, на фрилансе ты сидишь и работаешь каждый день, например, дома. Вот. И, ну, я поначалу просто ходил в кафе, и разный, там, в торговые центры работал, купил себе планшетик, работал, какие-то идеи придумывал там, вот. Можно много найти чего-то интересного. Работал по таймеру, работал в разных комнатах, работал на полу, работал. То есть, ну, типа, за 7 лет мы работаем на фрилансе дома, можно перепробовать все, все, что угодно. Вот. Сам, ну, одно из самых моих любимых это менять, типа, место. И меня, просто говоришь, что я приду к тебе с ноутбуком в гости, просто посижу к тебе, поработаю. типа, окей. Прикольно, смена обстановки, это прикольно. Возьмите себе отдых, но не отдыхайте, а работайте там. Спасибо. Все? Три, два, один. Все, всем спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И еще пять минут. Просто, что все, все, нечего, нечего. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok